Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы сегодня встречаемся с журналистом-международником Абасом Джубой, который в эти дни находится в Европе. Здравствуйте! Добрый день! Как вам в Армении? Хотелось начать с этого? Первые впечатления какие? Замечательно! Немножко прохладно, я не рассчитал с одежды. Думал, будет потеплее. А так, в принципе, ожидания оправдались на 150%. И в чем это выражается? Ну, Армения это вообще была моей давней мечтой. И страну эту я в теории знаю очень хорошо. Много читал памятников, тура архитектуры. Общался с армянами в Москве, и не только, и в Сирии я жил в таком, не то, чтобы армянском районе, но где были армянские ребята. Соответственно, все, чего мне не хватало, это увидеть все то, о чем я читал и слышал своими глазами. Древние монастыри, эти горы, эту природу, попить водички в гарни. Лучшая вода, вода царей, да, как говорится. Все, по-моему, на 100% план осуществлен. Все попробовал, все посмотрел. Шашлыки, безусловно, я, наверное, месяц не смогу смотреть на шашлыки. Что вам сказать? Спасибо, это из-за меня. Что касается вопроса с Сирией, я хотел задать вопрос по поводу вторичной эскалации. Местные операции, и какая это вообще остановка сейчас? Почему это? Мне кажется, формулировка вторичная эскалация немножко некорректна, потому что это перманентное состояние. Турция, я напомню, это государство-инициатор сирийского конфликта. Это один из основных венефициаров, один из основных разжигателей. С 2011 года турецкое тлетворное влияние на Сирию, сирийский народ, продолжается и усугубляется. Так что в данном случае речь идет не о каких-то там волнах эскалации, а о постоянной, беспрерывной, иногда переходящей в такую тлеющую фазу, тем не менее, постоянной, беспрерывной ненависти, кровопролитии и так далее. Соответственно, то, что сейчас происходит, это, безусловно, острая фаза. Сейчас чуть потише, благодаря России, благодаря президенту России Владимиру Путину, который встретился с Эрдоганом. Они пришли к договоренностям определенным, мы это все видели, читали пункты меморандума о взаимопонимании. Для тех, кто не знает, о чем идет речь, я вкратце поясню. Турция осуществила третью по счету военную операцию, интервенцию в Сирии под названием, издевательским названием «Источник мира» или «Родник мира». До этого была «Оливская ветвь», «Щит Ефрата». В общем, такой троллинг прослеживается, даже в названии, постоянно. То есть, они позиционируют их как некую защиту от угрозы какой-то. Причем, что касается «Родника мира» или «Источника мира», то там Турция пошла еще дальше. Они объявили о том, что целью их операции, помимо защиты Турции от террористов, является защитой сирийского народа. Понятно, да? То есть, вот такая вот перверсия. Соответственно, они за целостность оказываются сирийского государства. Они хотят уничтожить курдов, потому что те сепаратисты нарушаются. При этом, оккупация Турции и Зиме, и то, что они творят в Идлибе, это как бы целостность Сирии не нарушает. Очень интересно. Значит, что произошло? Все по классике. С использованием военной техники, сухопутных войск, турецких ЧВК, которые там резали, убивали. ИГИЛ, дорогие друзья, курит в сторонке, на самом деле. Используя турецкие прокси, это отморозки сирийской свободной армии, так называемые. Сутамурат там, да? Да, 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 ряд группировок, кровожаднейших, ничем по сути своей не отличающихся от того же пресловутого ИГИЛа, главу которого недавно якобы уничтожили от той же Нусры. Да и что далеко ходит? Сама Нусра, да, Гаэр Тахрир-эшан, это протурецкая агентура на сегодняшний день. Значит, именно эта группировка доминирует сегодня на территории Мухафазы Идлиб. И ни для кого не секрет, что Идлиб – это зона деэскалации. Зона деэскалации, поясняю, да, это основное достижение астанинского процесса. То, чем гордится Россия, чем гордится Иран и Турция. Чтобы мы пришли к такому некому плану разграничения Сирии на зону ответственности. И Идлиб – это зона ответственности Турции. То есть, Эрдуган лично брал ответственность за разрешение конфликта на этой территории. То есть, за нейтрализацию боевиков. Боевиков они считают своих... Тут еще интереснее. Хорошо, есть группировки, которые не считаются в Турции боевиками. Но Нусра считается, дорогие друзья. Нусра в Турции признана террористической группировкой. А дальше что мы видим? Что, как раз-таки, вот этих вот протуэстских группировок, да, их становится меньше. А доминировать начинает как раз-таки Нусра, которая, по идее, признана террористической в Турции, с которой, по идее, турки должны воевать. Но она приходит к власти там. Она начинает доминировать. На территории, повторяю, за которую отвечает Турция. И на сегодняшний день мы имеем, что? Полное отсутствие контроля. Во всяком случае, контроля со стороны гражданского, да, какого-то там правительства со стороны Дамаска. То есть, там балом правят вооруженные люди, которых курирует Турция. Потому что местность нафарширована турецкой агентурой. Там есть наблюдательные пункты, как вы знаете. И когда сирийская армия начала продвигаться к одному из них, уничтожая попутно боевиков, что сделала Турция? Она снарядила тут же колонну военную. И направились туда. И если бы Россия не остановила, то мы бы имели непосредственный пример того, как Турция фактически выдвинулась на защиту боевиков. И фактически турецкая регулярная армия с оружием в руках отстаивает интересы боевиков. Этого не произошло, поскольку вмешалась Россия. И территории были освобождены, так, сирийской армией. Дальше происходит, значит, все по классике. Мы это видели. До того начинаются убийства, резня, воздушные бомбардировки. Уничтожаются и курды, значит, из организации типа сирийской демократической силы. Там не только курды, там есть статьи. И сирийская флотная армия. Там из многих. Американцы укомплектовали их разными людьми. Соответственно, и гражданские погибают. Дети, женщины. Соответственно, Россия снова бросает якорь. Останавливается. Да? Угу. Стоять. Давайте разрешим конфликт. И предлагает Эрдугану встречу, на которой подписывается меморандум, да? В котором расписываются условия прекращения огня. В частности, курды должны отойти. Курды брошены американцами. Да. Значит, на 30 километров создается буферная там зона. И патрулируется это все дело, с одной стороны, российским военным, военной полицией. С другой стороны, турками. Да вот. Та зона, на которой турки уже закрепились, там действует статус-кво, что, кстати, не очень согласуется с тем, что затем сказал Путин на пресс-конференции. Он сказал, что все незаконно присутствующие на территории Сирии военные силы иностранные должны быть выведены. А вопрос, да? Он не сказал Турцию, он сказал, незаконно присутствующие военные силы. А это что? У нас кто незаконно присутствует? Только две страны. Это Соединенные Штаты Америки и Турция. То есть Израиль не присутствует. Израиль наносит удары из воздушного пространства. Ливана, соответственно, Иран официально присутствует по приглашению Дамаска. Россия тоже. Соответственно, речь идет об американцах и о турках, которых Дамаск не звал. Потому что единственный источник легитимности и легитимных решений – это Дамаск. Это позиция, на которой настаивает Москва. Ну и все более-менее адекватные люди в этом мире. Соответственно, если вы хотите для себя понять, а что правда, а что неправда, а где террорист, а где не террорист, а кто официально действует, а кто неофициально, выдумывать ничего не надо. Ориентироваться на заявления каких-то там политиков из третьих. Посмотрите на позицию Дамаска. Она должна быть основной направляющей, если вы признаете международное право и право народа на самоопределение, на то, чтобы выбрать своего лидера и так далее и тому подобное. В представлении Дамаска, о чем сказал легитимный президент Сирии Башар Асад, Турция – оккупант. Эрдоган – военный преступник, убийца и маньяк. И вор. Это цитата Асада, что он вор. Он просто крадет нашу пшеницу, он сказал, нашу нерв, нашу землю, жизни наших людей, потому что курды – это сирийцы тоже. Человек пришел и убивает сирийцев. Какая разница, там он курд или араб или армянин, он сирийц в первую очередь. Это то же самое, как, например, у меня есть сосед, который буявит, бьет свою жену, например. И я взламываю ломом его квартиру, проникаю к нему домой, даю ему ломом по голове, приковываю наручниками батареи, разбиваю палатку у него в гостинице и говорю, а я вот буду тут жить, пока конфликт в вашей семье не разрешится. Но это же абсурд. Да, конечно. Ну, наверное, такого человека быстро… Нейтрализовали. Да, нейтрализовали бы, как минимум, выгнали бы из квартиры, как максимум, посадили в тюрьму за незаконное проникновение, за причинение тяжких телесных повреждений и так далее и тому подобное. Вот в бытовой же жизни такой сценарий невозможен. Почему же он возможен с точки зрения отношений между государствами? То же самое. Ты приходишь в мою страну под предлогом защиты меня от моих сограждан и так далее. Да, у меня есть с ними проблемы, да, курдов считают сепаратистами, но курды начали договариваться более-менее, да, потому что их кинули американцы. Но это наша головная боль. Ну, извините, лечить грипп раком – это абсурд. Да, есть какая-то болячка, есть грипп. Ну, пришла… или там, с ПИДом, да, например, пришли турки и заражают нас с ПИДом, чтобы вылечить грипп. Ну, это, короче, это что-то из области абсолютного абсурда, отсутствия логики элементарной. Соответственно, план не идеальный. Курды все еще как бы, да, там вот то ли отошли, то ли не отошли. Мы видим, как прессуют стороны этих договоренностей из Анкары постоянно, да, вот недавно Чалуша Глу прямо сказал, что, если не будут выполнены договоренности, они возобновят, значит, операцию. Турецкие силы там есть, да, они никуда из этой зоны не вышли, поэтому и мы не знаем, что делать с этой ситуацией. Я вот к какой-то вопрос хотела бы, что связывает Турцию с Нурсловом? Это какая-то этническая общность или это… Слушай, нет, смотри… Главари турки, они, по-моему, этнические арабы там. Нет, смотри, какая вещь. Дело в том, что Идлик – это, значит, провинция на границе с Турцией. Турция вообще рассматривает все эти территории как свою. Ну, как и для армян. Армянам это хорошо знакомо, да, они арарат своим считают там и так далее. Соответственно, у турков там историческое влияние. И если мы посмотрим даже на название некоторых группировок, объединенных таким общим брендом «Сирийская свободная армия», да, так называемых, мы увидим даже вот в названиях турецкий фольклор, да? Там еще есть «Сирийская свободная армия», «Турская», отдельная туркская группировка внутри. Там много, там туркоманы и прочее, да, 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 и серые волки и прочее. То есть абсолютно, да, окрашены в цвета турецкого флага, и они этого не скрывают. Ну, видели там фотографии из-за штаб-квартир и непосредственно позирующих солдат, боевиков, скажем так, да? Очень многие держат турецкий флаг или у них патчи там с турецкой символикой и так далее. То есть в данном случае идет вопрос даже не об этнической близости, культурной, хотя и это тоже те же самые туркоманы, да? Сколько о непосредственно вот историческом, таком, политическом влиянии Турции вот на этих территориях. Смотрите, как люди любят Эрдогана, там, да, приветствуют турецких захватчиков. Вот. А когда начались конфликты, когда начался конфликт, когда ситуация вышла из-под контроля, когда иммунитет, скажем так, был ослаблен, то вот эта вся зараза, здесь вся эта полячка выползла нарушу, да? Соответственно, у них там и агентура очень плотно работает, и страна, которая первой приняла вот этих вот предателей, да, нас, предателей, и которые откололись от сирийской армии, разгласились о свободной сирийской армии, это же Турция. Турция приняла их, обучила, вооружила и так далее на своей территории и продолжает. Соответственно, а что общего у Турции и исламского государства, казалось бы, да? Да. Ничего, кроме одного цели, кроме цели разрушить Сирию, захватить, уничтожить, поработить. Вот это да. В качестве, то есть в Турции их рассматривать в качестве инструмента. Эрдуган умеет общаться с этими ребятами. Эрдуган позиционирует себя как мусульманского правителя, да, как главу исламской уммы. Он же на этом фоне, как бы, собачивается с Саудовской Аравией постоянно. Вот давайте проследим. Казалось бы, да, такие отдаленные, значит, моменты, но они имеют прямую зависимость. Это все зрение одной цепи, кстати. Вот тот же самый Хашопи, да? Да. Которого Сауда убили, расчленили, утопили там в кислоте в Стамбуле. Могли ли турки, ну, как минимум, не подливать масло в огонь? А как максимум вообще скрыть абсолютно все следы при желании? Могли, конечно же, все, камеры в этот день не работают, в сюжете. И все, и что, не мог Эрдуган приказать своим СМИ не писать об этом? Ничего не говорить? Конечно, мог. Но турки сделали прямо противоположное. Они разожгли этот конфликт. С подачи Турции все выползло наружу. И съемки все, там, с бескамерами, и в дальнейшем аудиозапись, да, которая была сделана. То есть, это понятно, это никакие не часы, да? Это установленная, видимо, там аппаратура внутри генконсульства Саудовской Аравии. Понятно. То есть, турки просто за ними шпионили, да? И дальше в СМИ это активно все разжигалось, потому что Саудовская Аравия – это конкурент. Братья-мусульмане ненавидят ваххабитов, и наоборот. Да. И султан Эрдуган, представитель именно ихванизма, да, и партия «Скровидливый сиразвитие» – это ихванизмская партия, она воспринимает Саудовскую Аравию как конкурента на вот этом религиозном, на вот… Да, вот на религиозном поле. Ну, Османская империя в свое время тоже эту роль… Безусловно, эту роль, конечно, на себя взяла. Соответственно, позиционируется Турция сегодня как покровительница мусульманской суммитской умы, вот. И, как бы, с этой точки зрения у Эрдугана, безусловно, есть общий язык с разного рода боевиками, которые преследуют те же самые цели. А какова роль Ирана, в Сирии? Ирана? Да. Ну, роль Ирана в Сирии сугубо положительная. Несмотря на то, что, кстати, с Турцией у Ирана вполне себе хорошее отношение, тем не менее… Ну, это политика, грязное дело. Я часто бываю в Иране и говорю, «Ребят, ну вот как так? Ну, почему? Ну, почему вы поддерживаете КАТО? Почему вы…» Я понимаю, почему, но не задать этот вопрос я не могу. Мне интересно послушать, что они мне сказали. Да, конечно, почему-то… Ну, там выворачиваются, конечно, в Тегеране и говорят, ну, вот у нас общая сейчас цель, значит, тактически мы союзники, стратегически посмотрим, но вот Саудовская Аравия наш общий враг, мы расставили приоритеты в регионе, у нас не так много партнеров, скажем так, и мы не можем терять такие… Это все понятно, я их, кстати, за это не осуждаю. У Ирана свои национальные интересы, и они превыше всего. В этом плане Турция для Ирана предпочтительнее, чем Саудовская Аравия. Если, значит, под турецким зонтиком будет находиться мировой суммизм, да, для швидского Ирана, это плюс, потому что с Турцией они могут договориться, и там политический ислам, и тут политический ислам. Вы знаете, в Иране очень много улиц, там, названных в честь, вот, нет, и в том числе всяких ихванистов, там, и прочего. С братьев-мусульман проблем там особо никаких нет. Хотя, конечно, иранские аналитики признают структивную роль Турции, так это напряженно относятся к роли братьев-мусульман вообще, да, в регионе. И то, что с братьев-мусульман началась вся эта эпопея террористическая тоже не секрет, что они написали вот именно идеологическую основу, да, подложили под целый ряд террористических течений, да, там, группировок и прочее. Соответственно, тем не менее, это же все гораздо сложнее, чем черное и белое. В Сирии Иран играет сугубо положительную роль. Иранские добровольцы честно борются с боевиками. Очень многие иранцы погибли за святыни шиитские, да. Иран еще до того, как Россия вступила в 2015 году в игру, помогал и физически, и морально, и деньгами. Иран, и, соответственно, была открыта кредитная линия, которая не позволила... Это первое время было же самое сложное для Башара Аса, для Дамаса. Ну да, это резкий экономический спад, это все... Да, все очень резко, резкий надлом, если бы не вот кредитная линия, которая открыла Иран, если бы не вот эта перманентная помощь, за счет которой там и лечили, и платили зарплаты, и кормили, и поили, и так далее. Возможно, все бы решилось в первые там полгода, да. Ну, как в остальных, не стоит. Как в остальные, да, все же очень быстро происходило. Потом в Сирии, казалось бы, чем дальше, чем глубже, хуже, и больше, там, масштабы катастрофы увеличивались, но власть, наверное, все равно сильнее. Она уже обрастала связями, уже понимала, что происходит, была готова отражать атаку. То есть самое уязвимое положение было в начале, и без Ирана мы бы не справились. Иммунитет выработался уже, конечно, естественно. Вот, но самое главное, понимание, что происходит. И как-то вот время на составление плана по отражению вот этой вот атаки. Вот без Ирана мы бы не справились. Далее, роль Хизбаллы не переоценить, да. Они наиболее боеспособные воины. И, ну, то есть вот по целому ряду направлений Иран помогает. И, конечно же, дипломатические усилия также прикладываются. Иран – это одна из стран-участников астанинского процесса, конечно. А какая роль армян в Сирии вообще? То есть как на них отражается? Армян в Сирии было до войны очень много. Это не секрет. Наибольшее скопление армян было в городе Алеппо. Когда начались эти события, многие поуезжали, если не большинство. Я думаю, вам, жителям Еревана, это очень знакомо. Они занимаются в основном бизнесом, торгуют чем-то. Бизнес, рестораны. Рестораны, да. Аттосервис, кстати, они хорошие специалисты. Наверное, в Сирии тоже автобусы в Киеве. Да, да. И вообще Сирийс очень трудолюбивый народ. Я, в отличие, кстати, от африканцев, я часто езжу по Европе, где... То есть тут кто-то в дальнейшем из Армении поехал дальше. Там Канада, Соединенные Штаты Америки, та же самая Россия. Многие остались. Я, к сожалению, не владею статистикой. Я не знаю, это большинство или меньшинство, и что там конкретно по цифрам. Но это почти там десятки тысяч человек. Люди с семьями переезжали. Вчера, после, кстати, встречи с господином Пашиняном, мне удалось застать сирийских предпринимателей. Малое предпринимательство в переходе по палатке, да. Торгуют всяким разным. Там обувь, домашняя еда. Купил, кстати, пачку «Затор». Кто не знает, погуглите обязательно, что это такое. Очень вкусная штука. Разные истории, кстати. Сначала мне рассказали, что все очень плохо, что торговля не идет. Жить сложно, работы нет. Но сразу, значит, следующая палатка, следующий магазинчик, да. Там тоже сирийский, тоже из Алеппо, да, армянин, говорит. Да, у меня вообще все шикарно. У меня уже в Ереване три, говорит, магазины, денег море. Езжу в Россию по бизнесу, там, раз в два месяца стандартно, да. Там закупаю, видимо, обувью торгует. Говорит. Я ничего не жалуюсь. В Армении супер, возвращаться не хочу. Первый говорит, да, скорее все, вернемся. Тут возвращаться не хочу. У меня все шикарно. Ездим там на курорты каждый год по нескольку раз. То есть разные истории, но безусловно. Но это не отражает, а вообще положение. Конечно, это вряд ли, это пример конкретно. Я очень рад за этого человека. По-моему, Гайка его зовут. Я очень рад за Гайка, но вряд ли его пример можно экстраполировать на общую ситуацию с армянами. Безусловно, подозреваю, что им очень сложно. Вряд ли они еще укоренились тут. Плюс ко всему, подозреваю, что и с местными армянами тоже не все гладко. Есть противоречия, безусловно. Возможно, какая-то, может быть, и зависть. Может быть, чувство, что приехали какие-то другие люди. Хоть и армяне, но тем не менее, нам самим тут плохо живется. А тут еще вот они. То есть это неизбежные процессы человеческие. И это надо, конечно же, преодолеть. Что касается быта непосредственно в Армении. Кто-то остался в Сирии и решил не уезжать. И решил, что это их дом. Второго дома нет. И все любви к армянскому языку и культуре. Они решили, что их долг – это остаться в Сирии. Продолжать защищать свои дома. Кто, если не они, свои церкви, свои школы, кстати, многочисленные. В которых их дети изучают армянский язык. И многие армяне сегодня воюют в составе сирийской арабской армии. Воюют против оккупантов, против террористов. Воюют, как мне говорят. У меня многие родственники в армии. Некоторые из них служат вместе с армянами. Воюют отважно, умело. Вообще, очень хорошие ребята. Дай Бог здоровья и удачи. Ничего у них фанатичная преданность Баша Раса. Я общался, как и... Они так любят. Они, конечно, Баша Раса – это им симпатичный. Но потому что... А чего плохого? А что плохого сирийская власть сделала армянам? Ничего. Ну, ничего. Церкви строились. Все разрешалось. Полная свобода действия. Они замечательно там жили. В то время как, понятно, да, те, кто пришел, якобы, да, на основании освобождения, как что-то, это, на каких-то, да, там, прав и прочее, представляют прямую угрозу жизни армян. То есть люди, которые называют себя освободителями, защитниками мусульман, борцами с деспотом, да, с тираном, с кровавым режимом. Это люди, которые рубят голову, уничтожают по национальному, по религиозному признаку, устраивают геноцид. Не было при сирийской власти, при всех минусах. Я же, кстати, я противник шепкозакидательства, вот такой вот однозначный, вот максималистский. Я признаю, что коррупция имеет место и до сих пор имеет место она, вот хотите маленький такой юмористический пример, но который, тем не менее, очень показательный. В прошлом году мы с моим двоюродным братом гуляли по историческому Дамасу. Есть там несколько входов, да, вот такие древние арки. Вот есть Бабтума, это где христианский квартал, там и армяне, кстати, живут. Вот, ну, это сотни лет, это вот эта арка, да, Бабтума, мы прошли мимо нее, уехали домой. А на следующий день утром мы читаем новость, что оказывается, какой-то офицер сирийской армией за ночь буквально, вот мы считаем, там гуляли, еще эта арка была на месте, замуровал малую арку, там такая есть большая, есть малая, замуровал и сделал из нее комнату для отдыха лично. То есть поставил там чайник, мате они пьют, кресло, шторкой накрыл, понимаешь, то есть сотни лет стоит эта вещь, это исторический архитектурный памятник, какой-то, значит, офицеришка пришел, замуровал, то есть вот это вот, вот оно коррупционное. И развивает малый мир. И развивает, ну, отдыхает там, да, люди, конечно, подняли хай, сказали, как так, и это быстро все дело нейтрализовано. Таких примеров масса, вот это самодурство, вот это вот мелкая такая вот, мелочь такая, но которая очень злилая, то есть он не своровал миллиарды, он никого не убил, но вот это очень злилая, вот оно проявление коррупции. Ну, вот он, яру против, мелоча. Вот он решил воспользоваться своим статусом, что вот он там главный, и решил вот сделать себе такую комнату отдыха, понимаешь? Все это есть, дорогие друзья, безусловно, и воровство есть, и беспредел есть, и я бы соврал, если бы сказал, что нету военных преступлений. Извините, война, 8 лет, люди доведены до отчаяния, некоторые воюют, там потеряли всю семью, детей, жен, там, ну, ужас. И кто-то, у кого-то крыша едет на этом фоне, и он там творит, и мы это осуждаем. И, например, вот меня дядя в армии, значит, он офицер сирийской армии, республиканская гвардия. Он говорит, я лично ловил тех, кто мародерствовали, там, заук, и отводил их, и под трибунал. Никакого, говорит, не насилия, наркомании, вот это вот все, мы за этим следим. То есть, опять же, да, говорит, что это какая-то, там, армия бандитов, да, у нас там, осадиты какая-то, ну, это, это не корректно. Не корректно. Вот, в то время как, например, ИГИЛ официально прогласил свою политику, политика геноцида. То есть, они, они, на официальном уровне, идеология, да, то есть, у них это не исключение, но правило. У нас это, скорее, исключение. Да, бывает, безусловно, все. И что бы ни было, все равно это не повод устраивать бой. А уж тем более, если мы будем смотреть на происходящее глазами армян сирийских, то для них, по-моему, все более, чем очевидно, с кем они должны быть в данной семье. Ну, просто для защиты собственных жизней и жизни своих детей. Да. Ну, а вы как планируете, когда планируете въехать в следующий раз? Может, у вас какие-то проекты с армией? Сирия? Нет, в армию. Да. Ну, смотрите, я надеюсь, что в Армению я вернусь еще раз в самое ближайшее время. Возможно, летом. И это вряд ли будет рабочий визит. Скорее всего, это будет отпуск. Очень хочу показать жене и дочке местные красоты. Хочу, чтобы они попробовали. А что вам больше всего понравилось в Армении? Есть что-то такое? Я в восторге от гарнир. Я в восторге от села гарнир. От истории, от видов, от архитектуры, от воды гарнир. Кстати, тут же продаются, да, они бутылочки? Ну да, продаются. Надо будет захватить парочку бутылок. Я в диком восторге от монастыря Татев. И от канатной дороги. Самой длинной, там более 2000 метров. Самая длинная в мире. Я также в восторге от храмов, которые вырублены в скалах базальтовых. И хачкары вот эти. Ну там рядом с гарны есть герард. Да, рядом с герард. Соответственно, вот эти аскетичные храмы, пропитанные историей, древностью. Особенно, если еще и гид рядом толковый, который может поведать детали, указать на какие-то символы, мелочи, где-то скрытые в глубине пещеры, которые ты физически не увидишь, если ты о них не знаешь. Вот это все производит, конечно, неизгладимое впечатление. И, конечно же, еда. Потому что мне, как москвичу, вот, например, недоступны хорошие помидоры. Может помидоры хорошие вообще? Ну, то есть разница? Где-то в России, может, и есть хорошие помидоры, но мне в Москве очень сложно купить хорошие помидоры. Самые лучшие помидоры все равно это ничто, по сравнению с тем, что я ел тут в Ливане. Тут помидор пахнет помидором. Понимаете? Вот. Или огурцы, шашури, мясо. Вот. Поэтому, по всему, я буду очень скучать. Ну вот. Вообще, в целом, народ, конечно. Все равно все это не имеет смысла без людей. В целом, определяют все люди. Вы, да, там вот, кто сейчас рядом с нами. Очень приветливый, простой народ. Гордый народ. В хорошем смысле. Удивительный, умный народ. Я, это люди книги. Кстати, вчера, интересно, мы общались с армянами сирийскими. И я говорю, вот есть у вас какие-то, ну, противоречия, может быть, конфликты. Социологические. Да-да. С места. Он говорит, да мне так особо нет. Ну, вот. Говорит, ну, вот мы, ну, они нам немножечко, наверное, завидуют. Мы вот такие люди работящие. В Ереване так, они не очень так любят и работать. Все. Ну, вот у них тут все схвачено. Хочет квартиры. Кому особо там крутиться надо. А мы-то вот работаем в поте лица. Я не знаю, правда это нет, потому что это их какое-то восприятие. Говорит, ну, они очень умные. Они все очень образованные. Он ко мне приходит, он цитирует мне там классиков каких-то. И еще что-то, они еще говорят, у меня 9 классов, говорит. И 8 классов, у моей подруги тоже там 7 классов. Мы особо люди не ученые, а они очень. Это действительно так. И представители власти и все. То есть это власть, действительно интеллигенцы, интеллектуалы, понимаете. А не торгаши. Да, это очень важно. Это очень важно. Это люди, которые имеют... И это, кстати, не может не сказываться на отношениях с Россией. Потому что, ну, Армения наш естественный союзник еще и поэтому. Ну, потому что, когда там государством управляют люди, читавшие Толстого, Достоевского, понимаете, цитирующие русскую классику, защищавшиеся по теме, по мастеру и Маргариты, например, да? Да. Кандидатские и так далее. Заканчившие институты русского языка и литературы, он, по-моему, действует. Действует. Хотя многие жалуют себя, нам недостаточно связи с Россией в культурном смысле и так далее. Но все равно по поводу недостаточной связи, кстати, вот тоже мы вчера общались с политологом. И он сказал, что мы тянемся к России, именно к культуре. Да. Русской. Русской, да. Мы тянемся к музыке, балету. Но, говорит, чтобы я вывез свою семью в Москву, в Большой, это моя мечта. Побывать в Большом чаде. И вряд ли эту мечту я когда-либо осуществлю бы. Ну, просто это нужно потратить столько, это вот Жигули, да. Это купить Жигули, чтобы вывезти, говорит, у меня пять детей, жена, чтобы поехать в Москву, чтобы там хотя бы день-два пробыть в отеле. Плюс билеты, плюс назад, дорога, плюс что-то кушать, пить. Ну, это Жигули, говорит, у меня нет таких денег. А почему бы Большому не приехать сюда? Это было бы событие, которое бы армяне потом год еще обсуждали. Потому что я повторяю, это армяне такой народ, который действительно может оценить это. Они достаточно подготовлены, чтобы понять, что это такое, оценить, и потом это было бы. Ну, вот, то есть люди хотят. И это тоже очень важный фактор наших взаимоотношений. Не все это могут понять и прочувствовать так, как армяне. Русский язык тоже самое. Кто-то жалуется, что есть места, где люди хуже говорят. Я тоже, да, встречал, особенно, что касается молодых девочек и мальчиков, они немножко даже стесняются. Но все равно в среднем постсоветском пространстве Армения, по-моему, вне конкуренции. Ну, после, понятное дело, Украина, после славянских стран. Ну, может быть, еще и Казахстан. Казахстан, согласен. Да, Армения, она, как бы, ну, понятно. Тут можно спокойно себя чувствовать, не зная армянского языка. Чего не скажешь, там, а то в Джекистане, или в Узбекистане, или даже Грузии. Ну, да, в Грузии там. Да, или даже в Грузии, где уже чуть-чуть там... В дальнейшем. Да. За пределы столицы уже с этим делом похожи. Вот. Ну, что же, Апас. Спасибо. Благодарим вас за то, что вы стали вашей гостью. Мы надеемся, что вы верите, будете приезжать частью. Наши встречи будут завоиться пермонентно. Дай Бог. Большое спасибо. Спасибо, дорогая. Спасибо.